Привет, друзья! На этой неделе вышло бесплатное обновление для Hellblade под консоль нового поколения. Вышла Hades в Game Pass с первого дня, а это на секундочку игра 2020 года по версии многих изданий. Представили новый геймплей с фантастической графикой для Forza Horizon 5 и также показали карту игрового мира для неё, которая в свою очередь на 40% больше той, которая была в Forza Horizon 4. Это вау! Также Фил Спенсер дал несколько интервью о будущем Xbox. В общем, команда Фила Спенсера трудится в поте лица, и эта неделька была действительно насыщена на информацию для фанатов Xbox. Но похоже, что Microsoft даже и не думает останавливаться и объявила про ещё одну презентацию, посвящённую играм уже в конце августа, несмотря на то, что у них уже была презентация в июне. Данная трансляция будет проходить в рамках Gamescom. Кроме того, есть ещё одна новость, которая касается недавнего интервью Фила Спенсера, из-за которого в очередной раз многие почему-то решили, что команда Xbox не собирается вкладываться в дорогие большие AAA игры. Хотя по факту это всего лишь надежды и фантазии некоторых хейтеров этой платформы, а некоторые издания не перестают удивлять своим абсурдом. В общем, сегодня есть что обсудить, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А непосредственно перед началом видео я бы хотел рассказать вам, как я ищу и выбираю себе консоли. Ищу я их, конечно же, на e-каталог. Тут можно присмотреть себе, например, PlayStation 5. Найти её достаточно просто, тут же можно посмотреть, где её купить по самой доступной цене. Сразу можете почитать и ознакомиться с отзывами реальных покупателей. Здесь же можно сравнить её с любой другой консолью, например, с последним поколением Xbox Series X. Всё наглядно и понятно. У одного эксклюзивы, но цена выше, у другого Game Pass и более выгодная стоимость. В общем, если и ты ищешь себе игровую консоль, компьютер или комплектующие, заходи на e-каталог. К тому же он расширился и теперь доступен ещё и в Казахстане. Итак, с каждым днём мы получаем всё больше и больше инфоповодов от бренда Xbox. Каждую неделю что-то происходит на этой платформе. И меня, как фаната, это очень радует. И это на самом деле неудивительно, ведь у этой команды действительно очень много студий и, соответственно, очень много контента, которым они хотели бы поделиться и которые они хотели бы анонсировать. И именно поэтому Microsoft не упускает ни одной возможности поделиться чем-то новеньким со своей аудиторией. Не важно, касается ли это уже анонсированных проектов или же каких-то новых. И одной из таких возможностей является выставка Gamescom, которая пройдёт 24 августа. Как известно, ещё совсем недавно в июне Microsoft уже проводила свою очень крупную презентацию, посвящённую играм, где было действительно очень много анонсов, как на это, так и на следующие года. В рамках же Xbox Gamescom Microsoft сосредоточится на новой информации вокруг уже анонсированных игр, которые планируются к выходу в этом году. Соответственно, не стоит строить ложных ожиданий вокруг каких-то новых крупных анонсов. За три месяца это было бы уж слишком жирно. Но наверняка Microsoft припасла что-то особенное ещё на конец года. Обычно они преподносят какие-то большие сюрпризы в рамках The Game Awards, где выбирается игра года. И также на Gamescom не стоит ожидать, что Microsoft поделится новой информацией вокруг игр, которые выйдут в 22 или тем более в 23 годах, по типу Fable, Perfect Dark или Starfield. То есть, на Gamescom стоит ожидать, что нам покажут, скорее всего, такие игры, как Scorn. Про неё уже давно не было новостей и, судя по всему, она всё ещё планируется на этот год. По утверждению разработчиков, её не перенесли на следующий год. Поэтому, если вы ждёте этот проект, не пропустите эту презентацию. То же самое касается и Gang. Игру анонсировали уже достаточно давно, тем не менее, новостей о ней не было тоже давно. По словам разработчиков, игра также всё ещё планируется на 2021 год. Соответственно, есть великая вероятность, что она там будет. Наверняка нам покажут какой-то там новый контент по Forza Horizon 5, который выходит уже в конце года. Игра вошла в стадию активной пиар-компании и является крупным бюджетным систем-сейвером Xbox. Соответственно, до момента выхода она будет участвовать во всех мероприятиях Xbox. Я очень надеюсь, что нам предстоит увидеть какой-то новый сюжетный контент по Halo Infinite. Ведь на дворе будет стоять уже практически сентябрь, то есть осень. А осень – это тот сезон, когда Halo должна выйти. Да, почти наверняка нам покажут какой-то ещё новый контент по мультиплееру и объявят там новое тестирование. Но камон, Halo Infinite от даты проведения Gamescom будет выходить уже через несколько месяцев. Мультиплеер и всё в таком духе – это круто. Но обновлённый геймплей сюжетной кампании – это то, чего ждут миллионы. Да, фанаты, сыгравшие в мультиплеер, просто в восторге и им можно уже ничего не показывать. В принципе, они и так ждут и радуются. Тем не менее, миллионы и миллионы простых игроков просто хотят увидеть прогресс между прошлогодним показом сюжета и показом этого года. И 343 Industries обязаны заинтересовать таких случайных и уникальных игроков. Ведь на такой демонстрации можно действительно неплохо хайпануть. И вероятно, именно поэтому разработчики тянут с демонстрацией, так как хотят отполировать всё максимально. Ведь другого шанса на вау-эффект у них не будет. Тем более, как я сказал, это будет уже практически сентябрь. До выхода игры будет оставаться всего там пару месяцев. И тянуть уже некуда. Ведь мы не видели не только обновлённый геймплей, но даже не знаем точную дату выхода. Соответственно, есть большая вероятность, что всё это будет представлено на этой выставке уже 24 августа. И как минимум только из-за этого я точно не пропущу эту презентацию. Поэтому приходите ко мне на стрим 24 августа, будем смотреть на это всё вместе. Точное время объявлю позже. Так вот, несмотря на то, что Halo Infinite и Forza Horizon 5 будут вероятнее всего гвоздями программы, также на выставке стоит ждать финальный трейлер легендарной Psychonaut 2. Игра как раз таки выходит примерно в тех же числах. Определённо, на выставке можно ждать контент от сторонних разработчиков, с которыми у Xbox есть маркетинговые права. Среди таких игр могут быть Dying Light 2, Far Cry 6, Back 4 Blood, которая выходит в геймпассе с первого дня. Думаю, какой-то контент по ней точно будет. У Xbox также есть маркетинговые права на Battlefield 2042. И согласно доверенному инсайдеру, Battlefield во время тестирования работала лучше всего среди всех платформ именно на Xbox Series. Что, конечно же, должно порадовать фанатов этой игры, у которых Xbox. Версия игры, скорее всего, будет очень хорошо оптимизирована под Xbox Series. Кстати, сюжетная кампания шутера Crossfire X Atremedia всё ещё нацелена на 2021 год. Поэтому, я думаю, его тоже должны будут показать. Осень и зима будут очень насыщенными на игровые новинки для Xbox. Главное, чтобы было время в это всё играть. Xbox ещё никогда не имел такую обширную игровую линейку. И это только начало. Обязательно пишите в комментариях, какие игры ждёте вы от предстоящей презентации. И не забывайте, что спустя ещё 3 месяца после этой презентации, на The Game Awards 2021 Microsoft по-любому припасла какую-то бомбу. В прошлом году они показали трейлер Perfect Dark. До этого был показан трейлер Hellblade 2. И я уверен, такая традиция будет продолжаться. Ведь The Game Awards смотрят десятки миллионов человек одновременно. И это прекрасная возможность для продвижения большого проекта. А Xbox точно есть что демонстрировать. В общем, надеюсь, у меня получилось немножко объяснить, что стоит ждать от 24 августа. И что это точно ещё не все анонсы в этом году. Даже несмотря на то, что конец года будет буквально перегружен на игровые новинки для Xbox. Следующая новость касается интервью Фила Спенсера. И новых нападков со стороны СМИ и антифанатов этой платформы. Ну, просто лично я это вижу именно так. Ведь в очередной раз или снова и снова определенным изданием и кругу фанатов не дают покоя Xbox и его большие игры. Так вот, Фил Спенсер недавно дал интервью изданию The Game Radar. В котором заявил, что команда Xbox не собирается пытаться копировать кого-то в игровой индустрии. Якобы у Xbox есть свой путь. А у команды есть своё видение будущего этого бренда игровой индустрии. Большинство СМИ почему-то решили интерпретировать это по-своему и сделали громкие заголовки в своих статьях по типу «Xbox не будет следовать пути PlayStation с её блокбастерами», подразумевая, что больших игр на Xbox не стоит ждать. Господи, да как же можно было настолько перекрутить его слова и выдать такой результат, в который многие ещё и поверили? Ну или просто захотели поверить, полностью отрицая реальность? В общем, вот в чём соль. Недавно бренд PlayStation получил дозу критики со стороны журналистов и фанатов, так как они хотят полностью сконцентрироваться вокруг только больших игр. На фоне этого Sony закрыла Japan Studio и отменила сиквел Days Gone. Ну, я думаю, все вы это помните. Но это их стратегия и их путь. Фил Спенсер же в этом интервью чётко дал понять, что Xbox не будет копировать чью-либо стратегию, ведь у них есть своё видение игровой индустрии. То, что Microsoft делает с геймпассом и выпускает все свои игры с первого дня в эту подписку. То, что они выпускают игры с первого дня как на Xbox, так и на ПК и в облако. Соответственно, давая игрокам выбор, во что и на чём не хотят играть. И многие другие вещи, которые они делают, не так, как это делают другие платформы. Не PlayStation, не Nintendo. Это стратегия Xbox. То есть, посыл Фила Спенсера был именно в этом. Более того, Фил Спенсер уже много раз говорил, что команда Xbox выступает за разнообразие игр на Xbox. От маленьких до больших игр. И мы видим, что выходят такие игры, как Flight Simulator, Forza Horizon, Halo Infinite и Psychonaut 2 в этом году. Ну, помимо там остальных игр, которые там попадают в геймпасс от сторонних разработчиков. И все игры, которые выходят на Xbox, являются очень разнообразными. И по крайней мере, Halo Infinite и Forza Horizon являются дорогими блокбастерами и системселлерами. А многие издания по абсолютно непонятной причине после этого интервью пытаются внушить игрокам, что Xbox это не место для больших игр, как PlayStation. Хотя все адекватные люди понимают, что помимо Forza и Halo объявлены Starfield, Perfect Dark, Wild, Fable, T6, Redfall, Forza Motorsport 8, S.T.A.L.K.E.R. 2 и так далее. Если все эти игры не являются дорогими блокбастерами, то я не знаю, какие игры в таком случае вообще должны считаться блокбастерами. И в то же время, из-под крыла Xbox выпускаются такие игры, как Grounded, Minecraft Dungeon, опять же Psychonaut 2 и так далее. То есть, не копировать чью-либо стратегию, это не значит не выпускать большие и дорогие игры. В данном случае, это значит выпускать все игры самого разного калибра и, соответственно, поддерживать самых разных разработчиков. Ведь все игры когда-то были маленькими, и из таких маленьких игр может родиться нечто большое. И я считаю, что поддерживать вот таких вот маленьких разработчиков, это важно все-таки. Кроме этого, я не могу себе представить ситуацию, в которой Microsoft не хотела бы выпускать успешные большие проекты, которые увеличивали бы привлекательность их платформы и приносили бы много денег. Своя стратегия, это значит своя стратегия. В случае с PlayStation, это значит концентрация на своих больших играх. А небольшие авторские проекты отодвигаются на за сцену, что, собственно, и произошло с Japan Studio. В случае же с Xbox, это концентрация на всех играх и на их разнообразии. И предоставление игрокам выбора, на чем и во что играть. И концентрация на геймпассе, конечно же. Microsoft нацелена на 3 миллиардов игроков по всему миру. И она развивает геймпасс с тем учетом, чтобы его библиотека покрывала потребности как можно большего количества человек. Соответственно, они будут рисковать и будут вкладывать деньги как в маленькие авторские проекты, которые могут вырасти в нечто большое, так и продолжать выпускать действительно дорогие и большие игры, как Starfield. Microsoft покупает все больше и больше студий и изданий по типу Bethesda и вкладывает в их развитие огромные суммы не для того, чтобы они делали исключительно небольшие инди-проекты. Они хотят развивать все направления. Вот в чем был посыл Фила Спенсера в том интервью. И смысл в разности стратегии Xbox и других платформ. Они абсурдные заявления СМИ, которые непонятно зачем интерпретируют и перекручивают все как хотят. И самое главное, непонятно для кого они это делают снова и снова. Это уже знаете, просто какой-то психоз журналистики, ведь люди просто отрицают реальность и не могут принять то, что Xbox делает просто фантастические вещи. И это уже совершенно новый бренд. В общем, некоторые СМИ не перестают удивлять, поэтому не стоит их воспринимать всерьез. Ранее я уже говорил, всегда нужно смотреть на факты. Большие игры были представлены? Были и много. Так же как и маленькие, так же как и симуляторы и так далее. Все, на этом можно ставить точку. Все остальные заявления не соответствуют действительности. В общем, вот такое видео и вот такие новости, ребятки. Извиняюсь, что не совсем свежая информация, но я над этим видео начал работать еще до того, как заболела Наташа. И все это время я не мог ни о чем другом думать и ничем другим заниматься, кроме как помогать ей. Но вроде уже все налаживается и теперь я наверстываю упущенное и заканчиваю доделывать то, что не успел доделать. В любом случае, надеюсь информация была для вас интересной. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить в будущем. И до встречи в новых видео и стримах. Пока-пока.